Друзья, привет! Сегодня на полное ТО я привез своего крауна. У крауна стоит мотор 2АР плюс гибридная установка. Этот мотор стоит на Альфардах, на Волфаерах, на НХ-300Х, на Харьерах гибридных, на Камре 50-й. В общем, этот мотор стоит на флагманах у Тойоты гибридных. Будет очень интересно, что же за темная лошадка эта 2АР. В 2000-х разобрались только с 1GZ мотором. Вот, хочется ускорить понимание людей в новых технологиях. Поэтому на примере своей машины мы залезем внутрь мотора. Мы посмотрим всю эту гибридную систему. Там какие-то инжектора, там 2 пары. В общем, там очень все как-то сложно. Вот, снимем батарею, посмотрим. Потому что здесь она еще не тель-металл-гидрид, а она не литион, которые идут в новых крауна, которые идут в 70-х Камри, более новое поколение. Вот, разберемся вообще, стоит ли бояться эту тачку, либо ее покупать. Кстати, мы продали крауна в 2019-м году больше всего автомобилей. Аквы, филдеры, фиты, все отстали. На первом месте краун. Почему люди ее покупают? Зачем они тратят столько денег? Давайте разберемся. Алексей, приветствую. Привет, Сергей. Привез своего крауна, чтобы на нем на примере мы нашли правду. Говорят, что большие седаны, касается и краунов, ЛС-ы, ЕС-ы, Камрики. То, что у них, ну, так как масса большая, батарейка небольшая, хотя у нее 105 кг. И, типа, они дохнут, батарейки, вот, и, типа, есть проблема, то, что 100 тысяч, все, гибриду конец. Вот, есть такое мнение, вот, ты привез своего крауна в 105 тысяч пробег, чтобы мы разобрались, что такое связка 2АР плюс гибридная установка. И самый главный вопрос еще, сможем ли мы ответить про все автомобили, которые идут на этих моторах. Это Харьеры, Альфарды, 50-е Камри, НХ-ы, ЕС-ы, которые продаются у дилеров. Что скажешь? Скажу, что 100 тысяч не приговор, сейчас посмотрим конкретно этот экземпляр, все, как обычно, обслужим, подробно расскажем. Ну, так, из опыта скажу, что бывает, приходят машины такие с пробегом 200, и у них нормально все с батарейкой. Были случаи, когда там чуть больше 100 тысяч, и батарейка была мертва. Но такое же встречается и на Приусах, и на других машинах. То есть все зависит от эксплуатации, от обслуживания. Поэтому будем развеивать миф. Поехали. Четыре цилиндра, два АР, ФСЕ, это который идет только на Краунах и на Маджестах. А получается Харьеры, ФХЕ, Харьеры, Альфарды, и у них поменьше лошадей. Да, но отличие в том, что здесь в Крауне две пары инжекторов, высокое давление и обычные. То есть основные высокого давления, впрыск непосредственный. Ну, за счет этого он чуть-чуть порезвее, порезче, лошадей побольше. А во всех остальных, ну, в линейке этого мотора в машинах, ну, не считая Маджесты, Харьки, Камри, их аналоги, Лексус, там, во-первых, поперечно стоит двигатель. И там впрыск обычный. Это вот такое основное отличие. Все остальное очень схоже, поэтому я думаю, что обслужив этот мотор, мы покажем, как обслуживается вся линейка. Причем на данном автомобиле, ну, вот мы уже сделали диагностику, да, компьютерный? Год назад я приезжал к вам на нем, мы вот по нему делали. Было 95 тысяч, сейчас там что-то, да, 10 тысяч. Ну, мы, я насколько помню, глобально ничего не делали, максимум, наверное, мыли дроссель. То есть вот он у нас за год... Нет, по-моему, даже не мыли. А может, не мыли, не мыли. У нас чуть-чуть подзавышен процент, поэтому сегодня мы однозначно это сделаем. Ага. Смесь у нас топливо-воздух в принципе хорошая, тут небольшие совсем отклонения, но мы в любом случае посмотрим, проверим инжектора на стенде, как обычно мы это делаем. Да, а бедная смесь, там, богатая, это больше зависит от бензина, либо это техническое... Ну, от бензина и от того, как, в каком состоянии топливная система, забитые инжектора, там, нормально они льют. НК Альянс 95-й. В принципе, вот, если год ездишь, показатели вообще отличные. Ну, можно было бы на самом деле и не делать, но так как мы делаем обзорный сюжет, мы это сделаем. По батарейке все хорошо, но мы затронем все равно вопрос обслуживания, охлаждение бывает, у них проблема. А батарейка, ну, там, сколько отклонений, все-таки идеал и отклонения сколько? Ну, у тебя разбег, вот, на всем цикле заряда-разряда, да, самый максимальный, даже 0,2 не достигает. Две десятки, 0,2-две десятки? Ну, я даже сказал 0,15, поэтому вполне себе. А какие, вот, вот это вот, да, ты про вот эти, 14-точка? Да, 16 банок у нас здесь, ну, пар, то есть 32 элемента в данной батарее. То есть она побольше, чем на Prius'е, поменьше, чем на предыдущем Crown'е, там 40, здесь 32, но здесь и двигатель поменьше. И, ну, мне кажется, что кузов тоже все равно чуть-чуть покомпактнее стал. Двадцаточка. О, а я ездил с двадцаточкой. Ну, на самом деле, это неправильно, да? Да вон, даже в Грибановку уезжаешь, там по 30, да, Арсеньев. Да, ну, нет, в Грибановке 30, что-то ты, мне кажется, 3. Было, было, я помню, утром приезжаешь, когда на город, да, здесь вообще 17, тут 17, там 19, ну, если бы. Нифига себе я рисковал, ну, да. Алексей, скажи, приезжают ли по ходовой части, потому что, я знаю, ну, в машине очень много всяких резиночек, там, ну, ходовка сложная, но из-за этого очень комфортно даже на 18. Да, ну, здесь уже многорычажка, не Макферсон, как на, там, Приусах и на большинстве, да, то есть есть верхний рычаг спереди. Из того, что вот было, да, что приезжало, ну, втулки стабилизатора, там, понятно, периодически, периодически меняют. Был один раз вот эти вот задние сайлентблоки, они, видишь, в алюминиевые прямо обойме, они вот так в оригинале целиком и идут. А, да. Вот на крауне мы меняли, причем у него умер один, потом, как оказалось, история была, что было ДТП, удар в колесо, там, что-то там собрали, непонятно из чего. И вот была замена так, в принципе, ну, надежная, вот мы даже здесь видим 100 тысяч пробег, они там еле-еле только, ну, какое-то подобие, что они репаться начали, то есть они долговечные достаточно. В целом, достаточно надежная ходовка, ну, по задней части тут тоже много сайлентблоков, все алюминиевое, но это, в принципе, на этих машинах класса крауна, подобный конструктив, он уже давно используется, ничего тут такого сверхнового. Вот, и сзади тоже есть стабилизатор, линки, втулки, все в доступности, редуктор здесь полноценный, то есть не электро, естественно, через кардан управляется, то есть все с жидкостью мы все будем менять здесь в этих агрегатах. В целом, крауна остался крауном, какой был комфортный по ходовке, такой и остался. Слушай, трансмиссия, ты упомянул, что трансмиссия здесь немного другая, чем... Здесь, да, здесь ее не назовешь редуктором планетарным, здесь автомат полноценный, у него поддон есть, там фильтр внутри стоит. Это поддон вот этот? Да, вот здесь вот. Ну, видишь, связано с тем, что еще расположение продольное, что кардан с него выходит, привод задний, поэтому здесь чуть-чуть они отошли от привычной планетарки, но тоже надежный агрегат, и у нас есть клиент, у него 300 уже пробег, как бы ездит, обслуживает, меняет жидкости и катается. На аукционах встречаются экземпляры по 550 тысяч пробег. Ну, машина очень популярная для такси в Японии, поэтому неудивительно, что такие пробеги. Ну, они, как правило, в отличие от наших таксистов, там следят и все поменяют по регламенту, если ты возьмешь машину такую с пробегом 500, ты можешь ее получить с бодрой батареей, потому что ее уже там меняли раз или два в Японии, со всеми там замененными расходниками и так далее, и будешь ездить и не париться. По, в общем, по ходовой, по каким-то, знаешь, но не таким вот, там, тяжелой артиллерии, как там, трансмиссия, мотор, батарейка, какие-то мелочевка, есть больная какая-то, там, типа, ну, вот ходовая, что-то может под капотом отваливается постоянно. Да нет, ничего такого не приходит на ум сходу, то есть, прям вот, ну, то, что можно назвать болезнью данного автомобиля, ну, нет такого. Класс. Алексей, куда, что льем, какие жидкости, от редуктора заднего до вообще, в общем, везде? Ну, задний редуктор 7590, трансмиссионное масло, ну, мы налили бордаль. Двигатель, как всегда, XTCS9, 0W20 синтетика. КПП, ну, по тойотовской классификации WS. Ну, мы, опять же, налили бордаль. И антифриз будет японский КИК, карбоксилатный, хороший антифриз, в оба контура нальем сейчас его. Ну, фильтра, Япония, ВИК, масляный никтор. Я слышал то, что в планетарке нужно лить оригинальную Тойоту. На самом деле заблуждение, ничего там такого нет в этой планетарке, что там привередливо было бы к маслу. Поэтому очень многие хорошие производители делают под опуском масла, который туда можно лить, и ничего страшного не будет. Мы уже эту тему проговаривали неоднократно. Ну, как бы, Nissan, Honda, да, там роботы, вариаторы. Туда мы обычно стараемся лить оригинал. Ну, а в тойотовские эти системы бордаль хорошо заходит уже больше трех лет его используем. То есть, а, так как у нас здесь трансмиссия немножечко другая, чем у Харьера, у Альфарда, жидкость та же самая, да, может использоваться? Ага. Ну, и 0V20, это, в принципе, для всех, да? Для всех таких моторов. Да. То есть это и Prius, и NZ попадают сюда. Да? Ага. Я понял. Алексей, батарея, я знаю, она где-то вот в этой области. Она, получается, находится там, где у всех маркообразных раньше был бензобак между задним сидением и багажником. Соответственно, мы сейчас будем разбирать и обшивы багажника, и сидение. Ну, ее достанем и уже наглядно все продемонстрируем, покажем, где там какие контакты, вообще из чего она состоит, сколько элементов и так далее. Друзья, год назад, когда я приезжал, когда я его только купил и делал полное ТО, дроссель показывал очень хорошие показатели. Я, честно говоря, даже не знаю, что там за показатели. Вот, за год чуть-чуть подзагрязнился. То есть, ну, в принципе, я считаю, за 10 тысяч на русском бензине, ну, в принципе, нормально. Вот, ну, что, сейчас будем чистить. Я это уже делал на всяких Prius'ах, на Аквах. Ничего тут вроде сложного нету. А-а-а-а, трубочка упала. Максо! Где Максон? Так, что у меня в багажнике? У меня вот есть вот такая сумка. Там всякие там у кого-то инструменты. Но у меня тут есть этот, как его? Как называется, Сергей? Как называется? Вороток. Вороток, да. Головка где-то там снимать. Трос есть, на всякий случай, всякие баллоны, фонарик, перчатки японские. Что тут еще? Ну, тут всякие уже летняя резина. Вот. Ну, и все, в принципе, все запчасти. Ну, еще есть плитрушечка. Ну, мало ли 2АР начнет есть. Надо как бы долить 0,220. На всякий случай. Побольше, чем в моем телефоне. Никель-металл-гидрид. Ну, вот в аккорде, да, вот мы сейчас стоили. Ну, вот такая вот, чуть поменьше. 16 делений. Сейчас будем смотреть, требует ли обслуживание. Алексей, здесь никель-металл-гидрид. Да. То есть, как и, в принципе, на всех идет. С мотором 2АР у всех вот эта линейка, она идет на данном типе батареи. Литий-ион. Отличие. То есть, все-таки, стоит ли пользователю думать, никель-металл-гидрид, либо литий-ион взять? Потому что в 220-м литий-ион. Тут же видишь, у него же нет альтернативы. Он не может взять крауна на литий-ионе. То есть, если ему нравится краун, он берет краун и, как бы, смиряется с тем, что у него вот такая батарея. Ну, тут, или, знаешь, за подобные деньги, там, выбрать машину на литий-ионе, допустим, Аккорд. Вот стоит ли выбирать тачку из-за типов элементов? Литий-ион, либо никель-металл-гидрид? Я думаю, что все-таки нет. Ты же не батарею покупаешь, а машину. Я вообще об этом не думал, когда покупал краун, тион-гидрид. Тебе нравится машина, там, кузов, интерьер, экстерьер. Ну, батарея, ну, это тяговая установка. Я понимаю, что там мощность и объем двигателя можно выбирать. Но тип батареи, мне кажется, обычный пользователь настолько не будет углубляться глобально. Алексей, что это за аппарат космический? Это аппарат для чистки системы топливной инжекторов высокого давления. То есть он, получается, подключается в штатную систему и с помощью специальной химии моет форсунки на месте, на двигателе прям высокого давления. Недавно мы его взяли в работу. Ну, несколько тяжелых проектов он уже нам помог вылечь. Алексей, какие цены в итоге получились? Так, смотри, Сергей, полное вот это все обслуживание обошлось в 22800 рублей. Оно было самое долгое и самое дорогое. Да, ну, по сути, мы сделали очень много важных и хороших вещей. То есть мы обслуживали батарею. Это такой достаточно долгий, трудоемкий процесс. Мы там двигатель почистили, поменяли все жидкости, которые можно было поменять в этом автомобиле. Ну, за исключением тормозухи, она хорошая. Поменяли все фильтры. Автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Друзья, получилось вот такое самое сложное ТО. Я даже сам устал, серьезно вообще. Все поменяли, все обслужили, все вам показали. Представьте, да, с батарейкой, что происходит в Приморском крае. Поэтому, если есть какие-то различия, то обязательно, ну, по этим элементам, там, по диагностике, обязательно залазите в батарею. Вот. Я, как владелец этой машины, целый год ничего не делал. Пробег сотня была. Вы много видели на канале у нас эту машину. Я думаю, мы вам очень много рассказали, показали про нее. И каких-то сомнений в плане ее надежности, в плане расходов, в плане ее обслуживания, что она сложная какая-то, что там что-то ломается, отваливаются батареи. Я думаю, у вас не будет. То есть, это флагман не только по продажам, по крутости у Тойоты, вот, а еще и флагман по надежности. Друзья, хочу услышать ваше мнение про эту машину. Особенно будет интересовать мнение людей, которые владели краунами, владеют краунами. Хотите 210-й кузов? Присматриваетесь ли к гибриду? Четырехцилиндровый мотор плюс гибридная установка вас смущает? Либо наоборот, круто, расход 7 литров, хочу, давайте 2. Вот, будет интересно. Я продаю эту машину. Вот, я на ней поездил год, очень мне понравилось на ней. Но у японцев еще много интересных машин на правом руле. И хочется попробовать разные технологии, показать вам эти технологии. Вот. Не отрекаюсь от крауна, возможно, я завладею 220-м кузовом или еще каким-нибудь 3.5-м, 210-м. Друзья, в общем, жду вас внизу. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите ваше мнение о этом ТО. Было ли оно полезно, развеяло ли они ваши какие-то сомнения. И вообще, как вам наш проект по тому, как мы разбираем эти машины. Все ли мы показываем, либо мы что-то скрываем, и вы сами чинили гибрида, и мы что-то не показали. В общем, будет интересно пообщаться внизу в комментариях. Пока. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.